Полномочия, вы наш франчайзи, вы говорите информацию согласно тех данных, которые получаете от нас. И в каком плане полномочия, немножко не пойму вопрос. Что вы можете говорить, что не можете говорить или что? Что, да, я на самом деле, да, что я могу говорить? Ну, вы можете все, в принципе, сообщать, информировать клиента. Единственное, что вы ничего не делаете с саму работу, в плане того, там, заполнения форм никаких вы не делаете. Мы все делаем сами. Это понятно. Да, так, пожалуйста, говорите, лишь бы был результат. Не обманывая, обманывать, главное, нельзя клиента. Не давать ему неверную информацию. Вот, поэтому, чтобы я знала, какая информация верная, вот, поэтому, вот, хотелось бы мне уточнить. Ну, давайте сейчас, может быть, вопросы я какие-то вам... Я вам сейчас буду, да, вы задавайте вопросы, я не знаю. Первый вопрос. Кто, допустим, грозит при нелегальном трудоустройстве? То есть вытурят из страны и больше туда входа нет? Да, да, именно это и грозит. Ну, смотрите, здесь, конечно, не так просто, как в России, там, миграционная служба едет по стройкам и хватает нелегалов. Здесь все это очень, ну, скажем так, настолько массовый характер имеет, что если есть такие рейды, то они проводятся очень редко. И в основном все-таки в районах, где живут мексиканские граждане, но не граждане бывшего Советского Союза. Поэтому я рассказывал историю такую, у меня есть она на канале, когда мужчина, который имеет магазин на Брайт, а не возмущался, что за 12 лет первый раз к нему пришли сотрудники иммиграционной службы с проверкой, а вот он 12 лет нелегальный труд использовал, и какого черта они здесь вообще пришли и мешают ему работать. И несмотря на это, что ему писали штраф, он также продолжает использовать нелегалов, потому что в следующий раз придут через 12 лет, а за это время он на налогах сэкономит столько денег, что ему можно и 20 штрафов таких оплатить. Поэтому не сильно наказывают. Я не хочу сказать сейчас моим посылом, что, пожалуйста, приезжайте и работайте нелегально. Это неправильно. И это неправильно, это делать не надо. Надо сделать документы и работать легально, и зарабатывать значительно больше, потому что если ты легал, тебе будут платить в 2 раза больше, чем нелегал на той же самой профессии. Поэтому обычно так, то есть нелегалам платят меньше. Где-то в 2 раза, где-то и в 3, поэтому... Но, допустим, хорошо, сам американец, он может как бы все это устроить заново, взять других нелегалов, но именно того, кого поймают, его-то выселят и... Нет, тоже не факт. Это в худшем случае, да. Но они обычно зацепляются, подают на политику, делают какие-то прошения, петиции. Не так просто выселить, не так просто. Очень сложно. Депортировать, когда человек уже здесь, сложно. Когда он еще на границе, можно депортировать, развернуть его. А когда здесь, это непросто. Просто, вы знаете, Юрий, можно сказать, из того контингента, который будет обращаться, наверное, 90% не будут владеть языком. Это первая барьера, которая вот стоит. Ну, тогда у них путь, и тогда у них путь, и которым в основном все пользуются. Получают туристическую визу, и после этого едут сюда по турвизе, и здесь уже меняют статус на месте. Я поэтому и хотела вопросу с вами обсудить, вот именно этот момент. Вот, допустим, вы не делаете это все, потому что это нелегально, вы им не помогаете по трудоустройству. У вас все то, что легально. Это я понимаю. Но, если люди придут, будут проситься, допустим, да, ну давайте я поеду по турпутевке, допустим. Что именно конкретно... Послушайте, ну если он нам не говорит о том, что он планирует нелегально работать, планирует обманывать, то мы ему, и мы в этом не знаем, то мы будем делать ему турвизу, нет проблем. А дальше, если он здесь уже на месте, пришел к нам в офис и сказал, что, слушайте, вы мне делали турвизу, но я вот решил все-таки здесь работать, помогите мне с легализацией, так мы поможем ему с легализацией, да и все, и он получит разрешение на работу. Ну, если даже он не будет требовать, а чисто вот по-человечески, мы можем таким людям помогать? Ну, если он, если он... Службу, как говорится, да? Нет, подождите, если он будет просить... Если он будет просить нас, ему найти нелегальную работу, мы не будем помогать. Вот. Есть, смотрите, есть очень много способов. Мы ему расскажем честные способы, как остаться в Америке. И он может таким образом их использовать. Вот. Работу нелегальную он может сам найти. При некоторых способах, когда люди подают, например, на политубежище, либо на брак, нелегальная работа амнистируется законом. И фактически, даже если он работал нелегально, то закон его прощает об этом. Вот. Поэтому способов много. Способов... Брак с гражданином Соединенных Штатов можно сделать, да? Вот. Можно политубежище, о котором я только что рассказал. Можно получить... Ну, если вы говорите, английский не знает, то рабочую визу сложно тогда. Вот. Можно инвестиционную программу какую-то сделать. Ну, разные, разные способы. Лотерея, грин-карт существует. Если человек приходит ко мне, то я как бы его не отфутболиваю, несмотря на то, что у него нет знаний, да, английского, мы как-то с вами просто связываюсь, объясняем вам ситуацию. Да, может быть, мы ему студенческую визу сделаем. Да, вы его не отфутболивайте. Не отфутболивайте ни в коем случае. Вы с ним общаетесь, и мы пытаемся ему предложить какие-то варианты. Вот. Может быть, студенческая виза, да? Есть разные программы, есть разные программы. Есть программа служить в американской армии, допустим. То есть, надо посмотреть. Просто, знаете, когда человек сам уже находится там, да, в вашей ситуации это совсем другое. Даже когда вот побывав где-то в другой стране один раз, на следующий раз уже знаешь, что какими путями ты можешь просто-запросто приехать. Но я даже по себе знаю, первый раз, когда я ездила, допустим, в Италию, да, я думала, ну, я не знала ничего. Когда ничего не знаешь и никогда не был, там это страшновато первый раз. Ну, понятно. Не знаешь ни языка, ничего. Вот бывают такие ситуации. Наверное, с работой они, может быть, и сами, да, как вы говорите, могут найти нелегально. Но вот когда приезжает человек, да, вышел он в аэропорту, не знает, куда... Мы его встретим, мы его встретим, этого человека, мы ему поможем жильем, мы поможем ему жильем, мы поможем ему водительское удостоверение получить, счет в банке открыть. Это все у нас есть, называется программа социальная адаптация. Зайдите на наш сайт и посмотрите. У нас есть для тех, кто идет по рабочей визе. Для всех, для всех, абсолютно. Вообще для всех. Для всех. Даже не для наших клиентов есть. Если кто-то, например, у нас очень много с адаптацией берут, даже те, у кого есть виза, кто делал ее не у нас. И они берут эту программу, потому что мы им все сделаем здесь на месте. Это очень хорошая программа. Вы ее изучите внимательно. На сайте она есть. Раздел социальная адаптация. Я буду изучать. Я там скину свой мейл, куда можно мне вот всю документацию. Ну, вам надо, во-первых, с Виталиком состыковаться, чтобы он вас на сайт и на все поместил на наши. Это наш программист. Я вам сейчас дам его контакт, Вайбер. Он в Самаре живет, в России. Можете ему написать. И я вам дам Мишу. Это наш дизайнер. Он в Украине живет. Он вам макеты все даст. Хорошо. Так, по поводу баннеров вы мне говорите. Ну, вот баннеров. Это про них и мы и говорим. Макеты и баннеры. А я Мишу не скидывал, да? Все, понятно. Мишу не скидывал контакты Миши? Вы мне ничего не скидывали. Ну, мы просто с вами первый раз, потому что поговорили еще. Сейчас я вам сброшу все. Прямо сейчас сброшу. Нет, ничьих контактов у меня нету. Сейчас сброшу. Так, какие у меня еще? Вот самый меня волнующий вопрос, да, он у меня как бы уже все, я на него услышала ответ. Так, теперь у меня такой вопрос. Допустим, вот мы в прошлый раз, по-моему, с вами затрагивали этот вопрос. Какие профессии требуют лицензии? И вообще, какие востребованные профессии? Или же профессии, вот допустим, есть ребята, которые с высшим образованием ко мне обратились. Ну, конечно, они сейчас работают в «Газпроме», но они хотят поехать. Все востребованные профессии практически. В Америке нехватка специалистов почти во всех областях. Какие не лицензированные для тех, кто с высшим образованием ко мне? Ну, смотрите, зависит, в некоторой профессии во всех штатах лицензированы, например, врач, юрист. То есть, профессиональные профессии, узкопрофильные, они лицензированы. Там, где есть опасность человеческой жизни, оно лицензировано. Строители, вот, ну, не там, не может быть, не какие-то там помощники строителей, а вот профессиональные строители, допустим, водопроводчик, да, то есть, он лицензирован, то есть, ты можешь сделать так, так водопроводчик, что зальет весь дом, правильно? Поэтому ответственность должна быть. Либо, ну, врач, само собой, я сказал, да, можно нечаянно... Врач, да, врач, я уже знаю, нажать, нажать скальпель не туда, и все. Понятно, что везде он лицензированный, юрист лицензированный, трак-драйвер лицензированный, вот эти водители грузовиков, это такая очень популярная тема среди русских. Да, инженеры слицензированные многие, но есть лицензии нелегко получить, да, есть лицензии сложные, то есть, можно приехать и получить лицензию на самом деле, допустим, можно приехать и получить лицензию риэлтора, вот, в России риэлтор не лицензируется, а здесь лицензируется профессия, и во всех штатах, кстати, лицензируется, Но ее получить очень легко, за два месяца можно эту лицензию. В общем, рабочая сила в основном востребована, я так понимаю. Да. Естественно, не лицензированная и обычная рабочая сила всегда востребована. Да, да, да. А вот те, которые едут на стройку, чем они там занимаются, допустим, в нелицензированной форме? Каменщики? Каменщики? Нет, это не так работают без лицензии. Каменщики, плотники, покраска стен, крыша, вот делают крышные эти работники, сайдинги все, ой, это полно, не хватит времени нам перечислять. В основном на стройке полно работ таких, на которых можно разнорабочим найти работу. Грузчики всякие. Вот, допустим, на повышение квалификации, курсы повышения квалификации. Допустим, там, я не знаю, врач, охранник, они однозначно должны как бы это лицензировать. Какие требования и условия вот этим абитуентам, скажем так, да, вступительный взнос или вступительный экзамен или вообще как это проходит? По-разному. В каждой конкретной профессии по-разному. Сейчас нельзя, универсально нельзя ответить на ваш вопрос. По каждой профессии отдельно. По каждой профессии индивидуальный подход. Конечно, только так. Ну, допустим, профессия архитектора. Возьму. Ну, я не готов вам ответить, как лицензируется архитектор и сколько нужно учиться, не знаю, честно. По риэлтору могу сказать, знаю хорошо, проходило это все дело. Могу сказать там по медсестре, допустим. У меня много клиентов, кто стал медсестрами. По архитектору... У нас был один клиент, который пошел учиться на архитектуру, но надо выяснить, надо выяснить, как все это происходит. Угу. Угу. Допустим, после окончания бакалавриата магистратуру можно интересно туда поступить? Вот этот вопрос мне тоже очень интересно, но это уже потом. Теперь скажите мне, пожалуйста, молодым людям, что я могу предложить? Вот для молодежи, владеющих языком, какие вот такие, которые, знаете ли, любят чистую работу, да, а по профессии юрист, то он не может получить его, а что мы взамен временную работу... Это может быть менеджер какой-нибудь в какой-то, в какой-то компании быть, это может быть финансовым в каком-то секторе человек работать, все-таки Америка финансовая столица мира, ну, Нью-Йорк в частности. Это может быть в отелях где-то работа, где? Ну, на летние каникулы полно, это work and travel, там миллион эти закусочные, бассейны, бассейны. Ну, если они студенты юридического факультета, они могут работать в медицинском офисе, в юридическом офисе, и в медицинском, кстати, тоже могут, в принципе, работать, на ресепшене можно работать. Они могут работать в юридическом офисе курьером, вот у нас один клиент Роман, я его устроил даже к адвокату, с которым мы сотрудничаем, он у него в офисе работает, там, бумаги носит в суд, какие-то печатает на ксероксе. Для этого лицензия не нужна, но он слушает, он хочет в будущем быть юристом, изучает все это дело. Ну, вот им тоже очень интересно стало, вот я... Ну, такое можно, стажировка, это, да, это на стажировку называется. Такое можно, такое можно, то есть его до законов допускать их не будут, до законов допускать не будут, а какие-то помощники, они будут там... Ну, это понятное дело. И они вот на эти три месяца могут сделать рабочую визу, годовую, скорее всего, рабочую визу? Ну, могут, да, стажировку сделать, да, можем, J1, да, конечно, конечно. Хорошо, потому что интересуются очень сильно и спрашивают у меня. Так, сколько, что у меня еще? Понятки, я уже знаю. Так, да, оплата. От чего зависит вообще оплата? От сложности и тяжести физического труда или от чего? Или от работодателя? Ну, от самой профессии, от самой работы, конечно. И от тяжести, и от работодателя, и от штата, и от всего. Это много факторов. Ну, например, если на стройке человек работает, если он работает подсобником, я думаю... Ну, 150 в день он будет делать, 150 в день он будет получать долларов. Угу. Все понятно. Так, и еще. Насколько должен быть уровень знаний английского для того, чтобы все-таки ехать? Да, ну, чем лучше, тем лучше, конечно. Но можно и с небольшим знанием английского. Особенно, если вы говорите на лето, там, минимальный, минимальный английский. Самый минимальный. Так. Возрастная категория ограничения есть? Есть. Для некоторых типов виз есть. Чем моложе, тем лучше. И такое правило, оно самое правильное. Понятно. Да? Да. Так. Для тех, кто уже полвека в этом мире прожил, для них ограничения существуют. Есть такие тоже, задают вопросы. Я тоже одна из них, в принципе. Вот. Мне задают такой вопрос. Вот хочется поехать. Ну, сложно, сложно. Для них, для таких людей сложно. Рабочую визу практически не получить точно. Такие едут обычно все по турвизе. Ну, вот, например, у нас сейчас в соседней комнате. Я дома сейчас с вами разговариваю суббота. У нас сиделка. Она с Украины. У нее турвиза, но она работает у нас. Это не проблема. Не проблема, да. Просто вот ко мне сразу женщина обратилась, как только я, вот, как в соцсетях могу помогать правила, информацию